На доске размером 6х6 расставьте 8 ферзей так, чтобы каждый из них бил ровно одного ферзя. Можно ли так расставить 9 ферзей? Я вам рисую доску 6х6, ваше дело расставить 8 ферзей. 8 ферзей 2, 2, 2, заметьте, картинка выдерживает поворот на 90 градусов. По диагонали ничего не бьет, этот тоже ничего не бьет. То есть бьют вот эти два ферзя друг друга, эти два бьют друг другу, эти два и эти два. Все? 8 штук расставили. В той же самой задаче есть пункт другой. Можно ли так расставить 9 ферзей? Да? Нет, нельзя, ни черное количество получится. И что? И один должен бить хотя бы... Не понимаю, да? Можно поставить 9? Можно, да? Давайте, давайте поставить. Да, вот это бьет этого, и это бьет этого. 2, 2, 2, 1, 2. Проблема. У вас вот этот ферзь бьет 2, и вот этого ферзя бьет 2. Понимаете? Требовалось же один. Значит, ребят, смотрите, решение тогда чуть-чуть и легкое. Когда один ферзь бьет другого, то, как ни странно, они образуют что-то вроде дружеской пары. Они друг друга бьют. То есть, собственно, можно сказать, у них это смысл жизни. Согласны, да? Вот. Били и били друг друга, побили. Есть такой стишок. Вот, да, эти ферзи бьют друг друга. Точно так же, если у меня на шахматной доске будут стоять ферзи, и какой-то из них бьет одного, то, естественно, что тот бьет его. То есть, эти ферзи образуют пары. Но 9 ферзей невозможно разбить на пары, потому что 9 на 2 не делится. Хорошо.